Доброе утро! Это эксклюзив. Меня зовут Юлия Тенева. К правилам дорожного движения детей нужно приучать с детства. Именно поэтому сегодня на базе Северодонецкого сервисного центра для детей экскурсия. И сегодня школьники узнают не только основные правила дорожного движения, но еще много интересной информации. Вот мы сейчас видим, за моей спиной эксперт рассказывает, как опознать, угнанный ли это автомобиль. Пойдемте и мы послушаем. Это автомобиль, который где-то ездит у нас в Украине, точно такой же автомобиль, с точно такими же маркировкой и так далее. А здесь дети узнают о практической части сдачи на права. Пойдемте и мы посмотрим. Привет! Здравствуйте! Ты в будущем планируешь купить себе машину, сдать на права ездить? Ну, планирую. Что ты знаешь из того, что нужно, чтобы получить права? Что делать? Ну, получается, проехать на полигоне. Ты уже сидел за рулем? Да. И как вот твои ощущения? Ты сел за рулем? Я разбоялся. Идем дальше. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Андрей, меня зовут Юля. А вот сегодня у нас экскурсия по сервисному центру. Что ты сегодня узнал интересного? Ну, я узнал, как сдают экзамены люди, которые сдают на права. Я узнал о теоретической и практической части. А в будущем кем хочешь быть? Пешеходом или водителем? Наверное, все-таки водителем. А почему водителем? Ну, не знаю. Так, во-первых, быстрее можно будет куда угодно добраться. Узнав, как сдается практическая часть сдачи на права, дети, конечно же, узнают, как сдать и теоретическую, потому что уже пошли писать тесты. Как школьники справляются с этой задачей, мы с вами узнаем прямо сейчас. Пойдемте. Будущие водители уже заняли свои места. Закон Штарни уже проходит тесты. Как они проходят тесты, мы с вами сейчас узнаем. А вот ты проходишь тест, как успехи? Да не очень. Почему не очень? Ну, завалил. Ну, ты еще раз будешь проходить? Попробую, может, получится. Как успехи в прохождении теста? Ну, так себе, на три ответил правильно. Только на три вопроса правильно ответил. Будешь еще раз проходить? Ну, потом, да, когда выучу правила. А знаешь, хоть какие-нибудь основные правила дорожного движения по тесту, которые проходят? Не особо. А в будущем будешь сдавать экзамены, чтобы получить права? Да, буду. Ну, сейчас мы поговорим с человеком, который о правилах дорожного движения знает все. Здравствуйте. Вы помните, как вы получали права? Это я даже сейчас помню. Это был июнь месяц, вернее, февраль месяц 1982 года. Сложнее сдать экзамен на права? Вот сейчас или, может, тогда? Тогда, когда вы... Это одинаково. Тот, кто учит и прилагает усилия, тот сдает без проблем. Основные правила дорожного движения и о том, как получить водительские права, сегодня узнали школьники. Ну, а мы вам желаем хорошего дня и смотрите Лоджи в Ямутра.